Действительно, тренинги проводятся 2-4 дня и 7 дней. И возможно ли обрести что-либо новое в своей жизни, зависит от уровня эволюции участвующих в этих тренингах, от уровня их сознания. В любом случае можно научиться, как правильно действовать, чтобы обрести те или иные способности. Ну, к примеру, вы проходите курсы альпинизма. Естественно, вас научат, как правильно использовать страховые веревки для восхождения, скажем так, на Эверест. Как правильно пользоваться другими приспособлениями, крюками, киркой. Как правильно пользоваться лебёдками, какие нужно одевать горные ботинки, как упаковать рюкзак. То есть вас этому научат. Но это не значит, что вы мгновенно войдёте на Эверест. Вам потребуется время, чтобы полученные знания применить в своей жизни и получить результат. Можно провести ещё один пример. Допустим, представьте себе, что вы наблюдаете прохождение курсов осознанного зачатия добродетельного потомства. На курсах присутствует первоклассник, десятиклассник, взрослый уже студент, выпускник медицинского вуза и отец семейства, который уже имеет детей. Вы должны понять, что каждый из присутствующих воспримет получаемые знания по-своему и в своё положенное время получит свой, соответствующий его уровню сознания и возрасту, результат. Неполовозрелый мальчик воспримет теорию. Старшеклассник или выпускник школы поймёт, как её применить на практике, но у него нет достаточного опыта, и он должен сначала его приобрести, используя полученные знания. Выпускник медвуза использует багаж ещё дополнительно существующих у него знаний и может частично компенсировать отсутствие опыта. Но вот мужчина, который уже имеет детей, теперь будет точно знать, как свой имеющийся опыт применить на 100% правильно и зачать в новых условиях с новым знанием добродетельное потомство. Но и первоклассник, если мы вернёмся к первому примеру, получит достаточные знания, чтобы повзрослел, вступил в возраст половозрелости. Затем, получив необходимый опыт, добиться результата. Только кому-то нужно будет для этого 10 лет, кому-то 3 года, кому-то год, а кому-то правильно, в данном случае, если речь идёт о мужчине, уже имеющем детей, правильно применить новые знания на основе существующего опыта. Так и в жизни, когда люди приходят на семинары, у кого-то за плечами 10 воплощений, а у кого-то за плечами 10 тысяч воплощений. Естественно, они по-разному воспримут знания и по-разному смогут их применить. У кого-то результат возникнет быстро, у кого-то нужно будет для этого время. И усилия, которые нужно будет приложить для получения результата. Но знания получат все одинаково, и возможность получат все одну. Более того, с благословения наших родовых богов и предков соприкосновение получается у всех участвующих семинаров. Это как бы аванс богов на то, чтобы человек получил ощущение того, что результат возможен и не за горами. И кто-то получит результат сразу, а кто-то через время, прилагая усилия к достижению этого результата, применяя те знания, которые он получит на семинаре или тренинге. К сказанному необходимо добавить, что знания, полученные на семинарах и тренингах, необходимы к применению каждодневно на всю оставшуюся жизнь. Преподаватели так всегда и предлагают воспринять учащимся получаемые знания. Семинар или тренинг начинается однажды и не завершается никогда. Потому что одно дело знать, другое дело уметь. Вот если вы знания применяете каждый день, то есть вводите их в сферу своих ценностей и делаете их образом своей жизни, вот тогда результат не замедлит сказаться. Если вы будете просто знать и уметь, но не применять, то откуда взяться результату? Если человек плывет, значит он с одного берега переберется на другой. А если он сложит руки и ноги, он просто пойдет ко дну. Даже если он мастер спорта по плаванию, а не просто знает, как плыть. Поэтому, уважаемые, все зависит от того, насколько вы применяете полученные знания, насколько вы делаете их своим образом в жизни. А в качестве примера можно еще привести спортсмена, ну, к примеру, боксера. Если он занимается боксом один раз в год, либо один раз в квартал, либо один раз в месяц, либо один раз в неделю, либо каждый день результат будет, либо он покинет ринг с синяком под глазом, либо он будет объявлен выигравшим в состязании. Все зависит от степени тренированности. Таким образом, полученный результат будет достигнут тогда, когда мы применяем полученные знания каждый день. и живем таким образом. И кому-то потребуется год, кому-то месяц, кому-то три дня, чтобы не просто получить этот результат, а закрепить его в своем сознании и сделать его достоянием своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok